12 номер уральского следопыта Ставка издания Федерации спортивного туризма Свердловской области Уральский меридиан Статья Александра Другова Неизведанный Сарым Сакты Лыжные четверки в новом сезоне 2020 года ждали многие турклубовцы романтики И общими желаниями, стараниями она наконец-то случилась И не куда-нибудь, а в нетривиальный район Казахстана Восточно-Казахстанская область, Южный Алтай, Хребет Сарым Сакты С первопроходами и сюрпризами Отдельное серьезное спасибо за фантазию руководителю похода Ларионова Михаил Команда, как и маршрут, собралась совсем не рядовая Со всех концов необъятный и даже участник из Белоруссии Дима приехал также участвовать На долю Дмитрия, скажу забегая вперед, выпали особые испытания И веселое пересечение казахской границы с погоней на автомобиле за поездом И завершение похода на мини-лыжне Дело в том, что на поезде проходить таможенный контроль могут граждане России и Казахстана А с Белоруссией такого соглашения нет Дмитрий вынужден был в Третьякова брать такси до Шамонахи И проезжать через автомобильный пункт пропуска, включая обратный путь В то время как его вещи ехали в поезде А мы считали минуты до его возвращения в команду Команды, надо сказать, было две Одиннадцать человек в маршрут четвертой категории сложности И восемь человек в третьей категории Мы решили построить поход таким образом, чтобы команды могли помогать и подстраховывать друг друга Поскольку район для лыжных походов недостаточно изведанный И подробных описаний перевалов и долин не было До начала маршрута из Екатеринбурга добирались поездом С пересадкой в Барнауле и от Усть-Каменогорска заказным трансфером до Катон-Карагая В целом все сложилось как надо И 4 числа в 13.00 мы были уже в точке старта На подъеме из Кантона снежный покров был совсем неглубокий Из-за постоянно гуляющих в долине ветров Возвращаясь по этому же пути через 13 дней Мы и вовсе скоблили лыжами мерзлую траву Почти весь снег сдуло, пока мы гуляли по сырым сакты По мере набора высоты Снег становился глубже и комфортнее для лыж А берега рек, наоборот, круче и труднее для передвижения На привалах под Кедрачом особо удачливые участники находили шишки Наполовину выеденные местным зверьем и лакомились орешками Неплохое подспорье к основной раскладке Уже на второй день пути стало понятно Что отставание от запланированного графика будет неизбежным Особенности ландшафта не позволяли осуществлять более длительные переходы в самом начале Этого второй половине маршрута мы уже поднаторели и пилили как терминаторы даже в ночи На второй день оставили закладку с продуктами у притока реки Сарымсакты В надежде, что росомаха свежих следов, которые послоном было в изобилии Не разорит ее в наше отсутствие Вопреки логике, рюкзаки наши после разгрузки продуктов легче не стали Поднимаясь выше в лесную зону, дрова для обогрева нужно было брать с собой на трое суток По всему и рюкзаки и волокуши порядочно потяжелели Обычно первые три дня похода для участников самые трудные Это адаптация В этот третий день с перегрузом мы хорошо пропотели Чувствовали себя брелоками, тянущими за собой огромные лесины На перевале 2500 метров в долину Кусугунды с красивым видом на Кизелтас Попали под камеры местные папарацци Две фотоловушки, вероятно, отслеживающие местную фауну Небольшой каньон Реки Кусугунды по дороге с горы Беркутал 3370 метров Высшая точка района Преподнес сюрприз в виде трехметровой ступени Которую пришлось преодолевать налегке С подстраховкой репшнуром со снежного моста Рюкзаки передавали отдельно В пятый день предстояло восхождение на гору Беркуталу с юго-востока На подходе к Беркуту стало ясно, что восхождение Большой командой займет слишком много времени И возвращаться придется после захода солнца Лавинные выносы также способствовали принятию решения О сокращении группы к вершине Беркута Большая часть вернулась в лагерь готовить ужин и ожидать Как и предполагалось, восходители спустились уже в 21.00 Достаточно уставшие, но довольные На шестой день поднялись на безымянную вершину Которую окрестили в честь столетия Уральского федерального университета Лагерь в этот день разбили уже в темноте Спуск по каньону и организация страховочной станции Из лыж на крутом склоне Заняла достаточно много времени Приключения продолжались и дальше Каждый день было новое и новое На седьмой день у одного из участников Сломалась горная лыжа, да-да С внутренней тяжести жестокой пластины Так был рассеян походный миф о неубиваемости этих горных лыж Оставшийся час похода Сергей шел на мини-лыжи В замыкающем полутоптанной лыжне Но при его огромном росте и весе Это мало помогало и он хромал, как раненый лось Этот день был перевалом Сурка Вверх-вниз, вверх-вниз А до границы леса еще далеко И рассчитанные на ночевки дрова давно закончились Длительный переход скрасил фееричный фрейрайт под ярчайшей луной Сияла она так, что спускались без фонариков На следующий день по долине реки Становой Уже вышли к своей закладке на радость, казавшейся в сохранности В день дневки часть группы сходила на гору Козелтас В этот же день погода, до того баловавшая нас ясным небом Стала портиться и начала задувать снегом Здесь мы должны были разделиться с троечниками К этому моменту сложный маршрут уже вымотал многих Кто-то подхватил кашель, а некоторая близость к выходу с маршрута сделала свое дело Двое четверки также отправились в Катон А мы продолжили свой путь к перевалу Пешеходный Дальнейший выход с маршрута по реке Таутикели Можно назвать таким же музыкальным, как и само название речки Маневрирование между промоинами, прорубание через бурелом Переправа по бревну, подъем по травяному 40-градусному склону И, наконец, счастливый выход на занесенную буранку На заключительном перевале похода в Бурхате Нас встретил сильный ветер и дорога, покрытая плотным фирмом Чередующаяся с открытыми участками Постоянно вставала дилемма Ехать на кантах и царапать лыжи о камни или идти В итоге скорость получилась одинаковой у тех, кто быстро ехал Но останавливался снимать лыжи на открытых от снега участках И тех, кто все время шел пешком С трассы вызвали водителя, который нас забрал в Усть-Каменогорск В Катоне останавливаться не стали Ребята из тройки предупредили, что их оштрафовали пограничники Практически весь поход Погода нас баловала ясным солнышком и ярчайшей луной Так что при вечерних переходах фонарики с ее восходом были почти не нужны Маршрут пришлось сильно сократить Поскольку ландшафт района для зимнего похода далеко не простой Но путешествием в целом мы остались довольны Поскольку целью вставили все-таки разведку Срывсакты для дальнейших лыжных походов